А сегодня мы общаемся не только с гостями, но и со спикерами. Иван, в первую очередь хочу сказать, что выступление произвело большой фурор, потому что половина гостей, которые были у меня здесь на интервью, отмечали невероятно насыщенную, скажем так, смысловую часть вашего выступления. Я в свою очередь хочу задать вопрос, так как я присоединился чуть позже. Какая тема вашего выступления была сегодня? Темой выступления мы выбрали 20-летие развития российского ритейла. Мы стоим на пороге нового десятилетия, 20-й год буквально через несколько недель. И как раз пришло время посмотреть, как 20 лет развивался российский ритейл, какие были основные фазы его развития, какие были наиболее успешные кейсы ритейлеров, которые и сегодня возглавляют рейтинг российской розницы, и как они, соответственно, пришли к текущему состоянию. И, что немаловажно, я постарался в докладе заглянуть немного в будущее, отобразить те тренды, которые будут действовать на российском рынке, и в которые по-хорошему нужно встраиваться сейчас, дабы словить волну дальнейшего развития, дальнейшего роста. Вот о трендах я думаю, что задам вам вопрос следующим, но перед этим я хотел бы поинтересоваться, что значимого в ритейле произошло в 2019 году, по вашему мнению? Ой, вы знаете, событий в 2019 году было достаточно много. Происходили сделки, слияние поглощения, достаточно значимые для развития отрасли. Но я, наверное, здесь не буду оригинален. Скажу, что ключевым для развития российского ритейла стало понимание того, что трансформация, о которой мы долгие годы говорили, связанная с проникновением интернет-розницы, с развитием умниканальности, она окончательно состоялась. Мы буквально несколько дней назад услышали результаты компании Alibaba по продажам на российском рынке. Впервые за всю историю они раскрыли результаты своей акции дня распродаж 11 ноября. И оказалось, что за буквально один день компания смогла реализовать продукцию на 17 миллиардов рублей. 5 миллионов россиян воспользовались этими специальными предложениями и приобрели более 30 миллионов покупок. Вот для вашего понимания 17 миллиардов рублей это компания получила за один день. У нас порог вхождения в топ-100 российского ритейла 15 миллиардов рублей, но это в год для обычных ритейлеров. И, конечно, вот этот показатель, который получила компания Alibaba на российском рынке, просто абсолютно выдающийся. Сложно было себе представить, что компания за один день может сгенерировать столько продаж. И дальнейшее, конечно, развитие отрасли будет в парадигме омниканальности. И сегодня мы просто получаем эти подтверждения от различных ритейл-проектов. Действительно грандиозное событие. 17 миллиардов – это цифра немалая. Я думаю, что каждый может себе ее представить. Планы на следующий год. Какие тренды вообще существуют в ритейле? И, грубо говоря, к чему мы все скоро придем? Ну, я бы сказал даже не на следующий год, а на следующие десятилетия. Сегодня у нас на пороге 20-й год. И мы видим новые явления, новые тренды. Есть, конечно, те тренды, которые развиваются из предыдущих лет и будут укреплять свое, скажем так, влияние на отрасль. Но сегодня я говорил о некоторых новых трендах, которые важно учитывать для ритейл-компаний. Ну, напомню их. Это омниканальности, которые я сказал чуть выше. Это развитие мультибрендовых стратегий. Сегодня мы видим все больше и больше ритейл-компаний, которые начинают прибегать к мультибрендовой стратегии для того, чтобы оптимально находить лучшее предложение для своих покупателей и более гибко развивать свою компанию. Ну и третий, относительно новый, конечно, для российского рынка тренд – это тренд поляризации форматов, поляризации ритейлеров. Мы видим, что это, конечно, связано с поляризацией самих покупателей. У нас зачастую на территории одной страны, на территории одного города могут жить абсолютно разные по привычкам, по предпочтениям покупателей. И уже невозможно создать универсально успешный для всех потребителей проект. Важно находить грамотные, правильные ниши. И те, кто такие правильные ниши нашли, они получают соответствующие дивиденды и успешно развиваются дальше. Примеров того и компания «Вкусвилл», и дискаунтеры «Светофоры», и сеть одежды «Фамилия» и много-много других, кто нашел свою нишу, нашел в этой поляризации свой сегмент и свое направление развития, и успешно это стал использовать для наращивания объемов продаж. Слушайте, это круто. Вот наступает 2020 год. Что можно пожелать всем в 2020 году? Продаж, конечно же. Мы видим по результатам опросов, что россияне хотят покупать, хотят улучшать свои жилищные условия, хотят ездить в туристические поездки, хотят развиваться, и мы, к сожалению, констатируем, что очень часто планы эти не до конца осуществляются. И вот считаем, что именно в лице ритейлеров должны быть реализованы те инструменты, которые вдохновят россиян на совершение покупок, вдохновят и помогут им реализовать свои планы на 2020 год. В этом случае мы сможем не только увеличить объем продаж, но и вырасти на даже те уровни, на которых мы не ожидали, потому что россияне действительно хотят жить лучше, хотят жить веселее, как это небанально звучит, а наша с вами задача им в этом помочь. Давайте пожелаем друг другу финансового благополучия, пусть инструменты, которые реализовывают все крупные ритейл-компании, действительно будут эффективными. Давайте улучшать общее благосостояние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!